Итак, привет, друзья! Я хочу вам показать эту игру, потому что многие спрашивали меня, почему так долго не выходит новый обзор над War Fortress, новый учебник, как сделать солдат, как сделать механизмы, как сделать что. Все дело довольно-таки просто. Дело в том, что мы с другом начали задрачивать в Champions Online и я сделаю небольшой обзорчик на эту игру. Нет, не обзорчик. Я сделаю обзор на эту игру и расскажу про все ее плюсы и все ее минусы. Потому что, в принципе, сейчас я все равно в нее играю. И походу я покажу, значит, расскажу. Значит, вначале мы создаем персонажа. Персонажа здесь очень... Можно разных создавать. То есть, очень большая вариация. Ну, это так, для шоколоты, то есть, в самый раз. 10 тысяч видов перчаток, 5 тысяч видов плащей, миллионы просто масок. Ну, я создал себе самого маленького, чтобы он был неприметный, чтобы я мог легко спрятаться даже за этой машиной. Значит, эта игра, она мне нравится тем, что... Она похожа на Perfect World и линейку. Те игры мне не нравятся, потому что там нельзя убить и забрать вещи. В принципе, здесь тоже. Но... Здесь сама идея как бы немножечко... Ну, я бы сказал, выгодно отличается, потому что играть за супергероя и прыгать по машинам и наказывать полицейских, кидая им в бошки машинами, это тоже круто. И... Да вообще, кидаться машиной, это вообще круто, как бы, само по себе. Ее можно просто взять и кинуть в бошку врагу или другому герою. Смысл такой же. Создаешь персонажа, качаешься. Я в нее играл уже два года назад. Я создал себе мечника, я не знаю зачем. Он, пожалуй, самый беспонтовый из всех. И начинаем его прокачку. Потихоньку с уровнями появляются способности. Сейчас мы посмотрим. Вот это... Что-то мышка пропадает. Ну и хрен с ней. Давай, давай. Вот. Способности с первого и на каждом левеле до 20-го. То есть, первый, первый, тра-та-та-та-та-та-та-та. И потихоньку вкачиваем, появляются новые удары у мечника, у фаер-элемента, там, например, новые огненные атаки, там, сожжение. Тут... Ну, в общем, нормально. В принципе, вот система кача нормальная. Можно героя прокачивать в различных направлениях. Интеллект, то есть, это сайенс или мистицизм. Из Тревел Пауэр можно летать. Я выбрал телепортацию, потому что... Ну, все, в принципе, берут телепортацию, как бы глупо рассказывать и объяснять, почему. Потому что она в ПВП юзается, то есть, чар пропадает, потом появляется со спины и херачит. значит, что... И вот. И она, в принципе, ничем не отличается от Perfect World, но она сделана в небольшом таком флэш-стиле. Раньше она... Это была компания Криптик, но теперь Perfect World полностью выкупил права на Champions Online. И вот они сделали несколько инноваций, значит. Те, кто играл, они, в принципе, уже знают про эту игру, тут рассказывать не надо. Ну, мир красивый, можно залезть на самую вершину любого небоскреба, спуститься в любую канализацию, поднять любую машину, бросить ее в любую голову. Ну, красиво. Что еще сказать? А, вот. Те, кто играли, раньше, я тоже раньше играл, раньше игра делилась на платников и бесплатников. В принципе, как оно и сейчас делится и как это во всех играх. Но сейчас меня очень сильно порадовало, что в эту игру появилась возможность, то есть, это не просто, это надо тоже очень долго играть, но зато хотя бы есть возможность менять игровую валюту на донатерские деньги. То есть, можно задонатить, получить, так скажем, желтые монетки, я не помню, как они называются, а можно поменять на эти желтые монетки, выменять на игровую валюту в обменнике. То есть, в принципе, так что, раньше вещи донатера получить было нереально и классы. А теперь, в принципе, я, конечно, не думаю, что это кто-то будет делать, потому что это очень охеренно долго придется убивать этих мобов, бить и задрачивать, но зато хотя бы сам шанс появился, появился шанс, то есть, дали возможность покупать те же вещи, что и донатеры, без вкладывания денег. Это радует. В крайней мере, это хотя бы шанс, это уже успокаивает, что, в принципе, это возможно. Потому что, что еще сказать про эту игру. Тут много вариаций, вещи потерять невозможно, много очень локаций. И игра заточена под кооперативное прохождение. То есть, берется миссия у какого-нибудь персонажа, NPC, берется миссия и расшаривается для своего друга. Игра заточена так, что самому миссию пройти можно, но вы будете просто дохнуть, как девочка. И это на самом деле тяжело. Игра, мобы специально сильные, то есть, чтобы заточена на прохождение в кооперативе. И поэтому берется одна миссия вечером, и просто с другом проходите ее, и получаете удовольствие. Что тут еще? Я добился, конечно, высот. У меня уже 16-й левел, и что у меня есть еще? У меня, в принципе, ни хрена нету особого, но вот я пока что игра, пока что она мне нравится. Я в нее играл год назад, но она меня тогда задрала полностью. И основная часть была из-за того, что я не мог соперничать с донатерами. Теперь у меня, в принципе, появилась эта возможность. Красиво, красиво и кооперативно, в принципе. Вот какой-то лох набился ко мне в компаньоны. Хочет со мной дружить, я так понял, потому что он предложил мне драться с ним в одном отряде. И если он захочет, то мы, конечно, возьмем миссию и будем ее проходить. Вот, на него напали враги, я просто спасу его. если вы играете в эту игру с друзьями в пятером, то, блин, это вообще просто круто будет на самом деле. Потому что здесь есть супер-боссы размером с дом просто. Сейчас я попробую этому лоху предложить дуэль. Давай, дуэль. ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас он примет, наверное. Сейчас попробуем есть. Он принял. Ну, он сейчас отрядает говнеца просто, я думаю. Опа, блин. У него два мяча, а у меня один. У него плюс. Но я его все равно победил. Я просто победил его. Сейчас буду глумиться на двое бездыхан телом. Он мне пишет, что ему нужна помощь. Вот, на тебе помощь. На тебе помощь. Все, я ему только что помощь устроил. Не вступай со мной в конфликты, дружок. И вот, если вы играете в пятером, то это вообще самое оно будет. Просто убивать супер-боссов это притом она красивая довольно-таки. Очень красивая и атмосферная все. Все в своем стиле. Есть, конечно, глюки, которые меня просто бесят. Например, то, что враги могут стрелять в меня через стену, например, и когда я спасаюсь от них телепортаться, я прячусь за стенку, но пули добивают. если в меня кинули стол, я телепортировался в другое место, то стол это летит как-то наводящаяся ракета просто и попадает мне в спину всегда. То есть, если в тебя уже что-то кинули, то от этого спастись невозможно. Получаем ресурсы, меняем, конечно, вещи, вот насчет вещей тоже донатерских, не донатерских, некоторые вещи, которые зарабатываются за очки аренок, они покруче будут донатерских, и донатер их в принципе купить не может. Машину в голову отведай, сынок. Донатер, то есть, купить эти вещи не может даже. по кругу донатеру и все. И поэтому, в принципе, вот эти вот изменения в сторону геймплея, конечно, донатеру легче получить эти вещи, но у нас тоже появился шанс. Потому что я, например, не то, что возможности, просто я не хочу, я не люблю платить за игры, я не привык, я всегда скачивал игры за бесплатно с интернета, в принципе, и платить за какую-то игру, блин, это зачем мне в нее заплатить, если она мне надоест через месяц, как бы. И поэтому вот это меня порадовало, и я могу посоветовать, вот, играйте с друзьями, получайте удовольствие, играйте действительно красиво, и, блин, она стоит того, чтобы в нее поиграть. Вот еще одна дуэлька. Сейчас попробую этим лохам предложить дуэльку напоследок, у него 7-й левел, у меня 16-й. Но они летающие, я не могу летать, они меня убьют просто в щи. Но я теперь ему предложу дуэльку. Ха-ха, тебе дуэльку, говно. Фаер, это какой-то... Эй, друг, он отклоняет, но он понимает, в принципе, он просто понимает, что он сейчас проиграет ее. Давай. Сейчас отклонит опять. Ну блин, не получается у меня сделать дуэльку, вот 11-й левел, может быть, я смогу его убить. Хочет улететь, но не тут то было. Мне тоже отменяют, они все отменяют, потому что они видели меня в действии, как я этого парня раздел. Ну, в общем, игра хорошая, если заинтересовала, то поиграйте, не пожалейте. скачивается, в принципе, все бесплатно, денег не потеряете. Все. Всем, кто смотрел, спасибо, это был геймплей и, в принципе, обзор на эту суперигру для школоты, в которую я играю. Все, всем спасибо, если по... Ну, короче, в общем, до скорых встреч. Ха-ха-ха.